Можно говорить о преимуществах, а можно демонстрировать эти преимущества. Преимущества моего личного автомобиля. Да, я выбрал раму, дизель и, естественно, автоград, подключаемый полный привод и последнюю модель. Как автомобиль для экономичной езды, возможности выполнять некоторые сверхзадачи, выбрал и поторопился. Потому что потом появился Актион Спорт, пикап. Вот моя машина. С мерседесовским салоном, ну нет, С-класса, естественно. С мерседесовским движком и для того, чтобы понять мерседесовскую суть, достаточно взглянуть на каталог запчастей. С мерседесовской коробкой, а это понимаешь сразу, с геликовскими замашками, только упрощенными. А это иногда и лучше. И с оригинальным дизайном. Покрашенным, кстати, по мнению специалистов от мистер Кэпа, на уровне мерседесов и BMW. Чего не скажешь о других джипах, продаваемых у нас. Да, про цену вопроса. Она ниже, чем у большинства, опять же, продаваемых у нас, паркетных кроссоверов. Теперь глубже в грязь и в технические аспекты. Можно добиться типа полного привода, применяя подтормаживающую систему АБС. Машина начинает действительно тормозить и тупить. Здесь, и вы это видите, жестко так блокируется задний дифференциал, и авто гребет всеми колесами, и это джип. Кстати, ту самую тупилку вам, наверное, демонстрировали на коммерческих презентациях, показывая подтормаживающее провисающее колесо. Подтормаживающее рывками. Настоящий полный привод, механический, жесткий, мужской, будет без премудростей двигать машину, плавно вращая всеми колесами. Настоящий мужской полный привод заставит машину в дрифте и с юзом, управляемым естественно, на скорости проскочить грязь, а не утонуть в ней, благодаря ЕСП, ЕБД и АБС. Эти системы контролируют поведение авто на асфальте, контролируют хорошо. Но главный контролирующий процессор все-таки располагается в голове. А центр продажи пикапов от лидера корейского автопрома, который лидирует вместе с Мерседесом, кстати, находится на улице Марджани 9 в Автограде. Вот так вот должна выглядеть серьезная машина. О том, что сам Гянг Актион Спорт – это серьезная машина, я вам могу стопроцентно утверждать. То есть полазить куда? Ну не совсем туда, куда Макар Телят не гонял, а вот на рыбалку – да в любое место. Как видите, вот эта жидкая грязь, никаких проблем не возникает. Нету потрескивания чего-то, автоматики и еще чего. Потому что сзади стоит самоблокирующийся дифференциал, передний привод подключаемый. Не знаю для чего, но здесь есть еще и понижающая передача. Ну для того, чтобы, наверное, уже в горы лазить, в серьезные горы. Кое-какие недостатки у автомобиля, конечно, присутствуют. Но это на первых порах. Потому что, извините, модель новая, и запчасти, особенно вот обвесы, это стоит денег. Пока дешевых дубликатов нет, поэтому поаккуратнее. Хотя, собственно, я скажу, что очень прочная машина, действительно. И та рама, которая там есть, там массивность, те преимущества рамного, опять же, внедорожника, они, по крайней мере, ну, сохранили жизнь моему, Сангьонгу. Теперь мне осталось только, ну, за свой счет, извините, северная казна меня немножко подвела. И страховая компания, в том числе, отремонтировать. И дальше я буду тоже вот так же рассекать. При этом абсолютно не задумываясь о цене вопроса. Потому что сейчас цена вопроса, это цена вопроса, ну, паркетника. А оно того стоит. Или лучше взять полноценный джип на раме из пикапа кузова.